Здравствуйте, это Свободная пресса. Меня зовут Юлия Демина. И сегодня мы говорим о том, как нефтяной эмбарго повлияет на российскую экономику. У нас в гостях экономист, инвестиционный аналитик, писатель и публицист Олег Душин. Олег Владимирович, спасибо, что вы к нам пришли. У меня к вам первый вопрос. Мы все знаем, что Россия была главным поставщиком нефти в Европу. Сегодня Европа планирует уйти от российского топлива в самые кратчайшие сроки. Вот по разным прогнозам ущерб от эмбарго составит от 22 до 60 миллиардов долларов в год. Что это значит для российской экономики, что это значит для нас, для обычных граждан? Ну, во-первых, 20 миллиардов назвала Bloomberg. Из цифры она связана... От 20 до 60. Ну, 20, нижнюю планку возьмем, поскольку здесь надо учитывать, что берется объем продаваемой нефти, вычитается доходы для бюджета и считается, сколько теряет бюджет в случае, если не будет продаваться эта нефть. Задача Европейского союза сократить импорт нефти на 90 процентов Европу. 10 процентов остается на исключения, которые не поставлены знаки временного истечения сроков выполнения обязательств. Это по Чехии, Словакии и Венгрии. Также есть исключения по Хорватии до 23 года и до 24 года по Болгарии. Это примерно 10-11 процентов, как они считают, нефтяных поставок в Европу. И еще Болгария. Здесь это по нефтепроводу и дружба имеется в виду, южная дружба. И кроме того, морские поставки в Бургас, где есть завод Лукойла, и туда тоже разрешили до конца 24 года поставлять нефть в качестве сырья для завода в Бургасе. Значит, они хотят 90 процентов нефти убрать у нас с рынка. Но это мало того. Есть, кроме того, еще требование убрать все нефтепродукты. Вот это более существенное наказание для нас в кавычках или не в кавычках. Потому что если 90 процентов этих нефти, которые мы поставляли в Европу, мы найдем им сбыт и практически уже нашли. Вы имеете ввиду Индию, Китай? Да, я сейчас на этом остановлюсь. То те миллион двести тысяч баррелей в день, которые мы поставляем нефтепродуктов, вот здесь замещение найти трудно. Теперь давайте вернемся к нефти. В первую очередь Евросоюз собирается закрыть все морские поставки с 5 декабря этого года. В прошлом году это составляло 53 миллиона баррелей в день. Ну, нужно отметить, что у нас, как правило, все поставки, они на танкерах происходят. Ну, практически. Ну, нет, подождите. Две трети поставок идет нефти по танкерам и одна треть по трубопроводам. Я уже сказал, что часть трубопроводных поставок будет поставляться без ограничения срока в Венгрию, Словакию, Чехию. Это не что? Это капля в море? Нет, 10 процентов. Ну, как не что? И, кроме того, от трубопроводного транспорта к концу года обещают отказаться Польша и Германия. Вот это, как бы, почему они говорят 90 процентов? Потому что они вычитают Венгрию, Чехию, Словакию и остается, что 90 процентов они откажутся. Ну, основное это морское, да, действительно. 53 миллиона баррелей в день. Так что происходило в этом году-то? Когда уже начались СВО, сразу же начали уже потребители отказываться от нашей нефти. Там Shell говорит, что мы отказываемся от покупок российской нефти. Другие отказываются от покупок нефти. Соответственно, импорт Европы и российской нефти стал сокращаться. Но сразу стали нарастать поставки в Индию и поставки в Китай. Ну, смотрите, мы же о чем договорились? О дисконте в 35 долларов за баррель с Индией, да? То есть... Да, 35 долларов считается, что 35 долларов за баррель. Мы же все равно, даже если наладим поставки в Индию и в Китай, мы же все равно останемся в крупном минусе. Потому что азиатский рынок, он более капризный, он менее стабильный по сравнению с европейским рынком. И что касается логистики, как вы повезете нефть в Индию? За расходы логистические платья, это, как я понимаю, поставщик, а не покупатель. Давайте остановимся. Я потом скажу, что Индия... Давайте, смотрите. Было... Надо покрыть в среднем 1 миллион, 1 800 миллион 800 тысяч, 1 миллион 900 тысяч баррелей в день надо покрыть из Европы. Индия на сегодняшний день взяла из этого миллиона 800 тысяч, которые надо покрыть, она уже взяла на себя 900 миллион. То есть, она где-то половину того, что мы поставляли в Европу и отказываемся от поставки, еще не отказались, но откажемся, она уже в себе перетянула. И Китай. Китай в мае перетянул на себя 700 тысяч. То есть, практически... Еще, кроме того, Объединенные Арабские Эмираты стали закупать дополнительно, на будущее. То есть, соответственно, азиатский канал стал более... Забрал всю европейскую нефть, условно говоря. Но теперь насчет 35 долларов. Значит, цена, когда была объявлена эмбарго в начале июня, была цена бренда 113. 35 вычетим, да? И получается 65 плюс 13, да? 65,78 долларов. В прошлом году цена средняя бренда поставок, которая была, она была 69,90, примерно так. 69,70 долларов. То есть, если брать к прошлому году, к прошлому году, то мы продаем нефть даже в Индию дороже, чем того, что она стоила в этом... Ну, фракт, да. Фракт будет нам обходиться, да. Фракт будет обходиться. Тем более, что он подорожал. Теперь насчет 20 миллиардов. Я просто хотел сказать, что вот эти цифры 20 миллиардов, они как раз рассчитывали на то, что вообще прекратится. То есть, доходы бюджета прекратятся. Они рассчитывают, что наш импорт сократится в разы по нефти. Но этого не происходит. И, соответственно, вот эти верхние планки, тем более 60 миллиардов, они оказываются сильно под вопросом. Вот эти оценки. То есть, можно пересчитывать еще раз, еще раз, сколько это получится, но остается много вопросов. В том числе, как вы говорите, по цене фракта. Но ведь я не видел, сколько оценивается придорожание фракта. Вот эти цифры не видел. Я видел только объемные цифры, сколько выпадений цифр по экспорту и импорту происходит. Для нас экспорту, для них импорту. И здесь вот эта картина того, что мы теряем, но теряем не так много, как, может быть, они хотели бы. И теряем мы, прежде всего, за счет нефтепродуктов, которые действительно девать некуда. Ну, я говорю, может быть, не девать некуда. Проблематично найти сбыт на Запад. Почему? Потому что мы в Индию поставляем сырую нефть. Им наши нефтепродукты не очень нужны. Они сами делают из нефтепродуктов, и они поставляют их Европу. Например, в апреле поставки нефтепродуктов Европу из Индии возросли в три раза. Или даже в три-четыре раза возросли. То же самое касается Китая. Там тоже нефтепрорабатывающая промышленность развита. То есть туда поставлять нефтепродукты тоже не очень надо. И поэтому вот эти миллион двести тысяч, это потери будут. Ну, а как вы думаете, нам придется закрывать скважины? И тогда, кстати говоря, если к этим цифрам, и по нефтепродукту, тогда вот эти 60 миллиардов начинают тогда фигурировать. Потому что вот нефтепродукты, если про нефти просто говорить, тут 60 миллиардов никак не получится. Даже, может, 20 не получится. А вот с нефтепродуктами начинаются вот эти цифры расти. Но это серьезный урон для нашей экономики. К моему удивлению, пока об этом как-то даже и не говорят. Говорят в основном о проблеме страхования. То есть основной удар, как бы, там же две, два удара. То есть первый запрет импорта в страны Евросоюза. И второй это запрет страхования нефти российского происхождения. Ну, просто западные компании все откажутся от сотрудничества с нами, да. Западные страховые компании. Но здесь мы предприняли усилия, и они аналогичны тем, которые были во времена санкций Ирана с 2012 года. И они, кстати, работают. То есть произошли удивительные вещи. То есть я хотел сказать, что нефтепродукты не обсуждаются сейчас в общественном поле. Что вот это урон-то для нас. Это мы даже видим тем, что цены лета наступило, а цены на бензин не растут. То есть это как-то такой парадокс. Это вот как раз связано с тем, что избыток нефтепродуктов на внутреннем рынке наблюдается. Вывозить его пока. Ну, пока может еще можно. Это будет запрет нефтепродуктов с февраля месяца. Только с начала февраля, 23-го года вообще. По действующим контрактам. А новые уже заключать нельзя. Так вот, страхование. Что здесь получается? Получается, что у нас нашли эффективный выход из этой ситуации. В союзе с Индией. То есть точно так же, как в 2012 году Индия стала принимать страховые обязательства иранской компании национальной. Так же она, собственно говоря, согласна принимать обязательства нашей, в данном случае Ингострах страхует, а перестраховывает российская национальная перестраховочная компания. И вот она стала крупной с марта месяца очень, ее овладеет Центробанк, 300 миллиардов, там у них уставной капитал. И вот эти перестраховочные все обязательства Индия принимает. То есть, вы говорите, западные компании не будут. Да, английские компании лодятся, они не будут. Но мы туда и нефть не поставляем. То есть, мы теоретически не сможем поставить тогда нефть, допустим, Бразилию. В Бразилии сама нефтепреперерабатывающая страна. В США, США не берет у нас. Куда мы можем нефть поставить? Только Объединенные Арабские Эмираты, которые хабом являются, Индия и Китай. Индия и Китай, они более лояльно относятся к нашей перестраховочной компании. Хотя здесь опять же есть вопросы. Поскольку это бизнес гигантский, здесь возникают специфичные риски. Вот представьте себе, какой-то танкер затонет. То есть, корабли иногда тонут. А тем более, когда идут где-то боевые действия. И вот тогда отвечать-то придется уже нашей компании. И вот тогда здесь обнаружится то, что емкости наличия капиталов в западной сфере все-таки больше, чем у Центробанка. Тогда риски здесь теоретически больше. Если страховывать наши. Почему? Потому что возникает такой злой умысел. Вопрос о злом умысел. В Персидском заливе периодически что-то возникает. Иран что-то захватывает. Греция что-то останавливает. То есть, периодически с танкерами что-то происходит. И здесь риски возникают с перестраховывать. Но теоретически, поскольку Россия взяла на себя функцию перестрахования, то здесь рисков не так много. Тем более, что Индия включила, признала сертификаты годности для танкеров наших Совкомпфлота. Но не всех, а те, которые относятся к дубайской ветви. То есть, она хитро заявила, что мы признаем. Там 80 кораблей было признано. Они могут заходить в порты Индии, нашим Совкомпфлот, если они принадлежат дубайскому подразделению Совкомпфлота. То есть, они такую двойственную политику ведут. И причем, вот началась саммит ЖС-7. И похоже, на саммите ЖС-7 26-28 июня в Баварии будет обсуждаться этот вопрос. В том числе, с премьером-министром Индии, который туда поехал. Потому что, ведь Индия практически сняла весь груз санкций. Они стараются, они страдают там в Европе. Они переходят на... Особенно они там по газу будут страдать. По нефти они все-таки найдут нефть. Ту же самую саудовскую нефть, которую мы вытеслили из Китая, она пойдет даже ближе в Европу. Им даже удобнее получается. Но эффект санкций начинает, по крайней мере, до конца этого года. Он как-то вообще сходит на нет в плане денежных потоков. То есть, не такой большой они экономический урон нанесут в результате. Они, может быть, даже себе, как у нас любят говорить по телевизору, сами себе в ногу выстрелят. И поэтому будет разговор с Индией на этой неделе, в том числе и на эту тему. Ну, вы знаете, многие эксперты прогнозируют, что в ближайшем будущем мы все же будем вынуждены закрывать свои скважины. А проблема в том, что они очень старые, разработаны в 60-70-х годах. И если их закрыты, потом очень сложно их восстановить. И многие уверяют, что это приведет к... Ну, вообще, что эмбарго приведет к деградации всю нефтеперерабатывающую промышленность России. Ну, есть такой риск. Но если мы ведь рассматриваем горизонты планирования, горизонты планирования, они связаны сейчас с острой политической ситуацией, которую, по крайней мере, наше политическое руководство рассчитывают к концу этого года завершить. Но снимут ли после этого санкции вопрос? Ну, полегче, не полегче, но часть китайского оборудования поставляется на нефтескважины в России. И, соответственно, что-то мы еще несколько лет сможем добывать. И поэтому... Ну, да, это плохо. Но вперед, скажем, на 5 лет особо-то сейчас не глядят. Та же самая ситуация с этими газоперекабродачами агрегатами показали, что «Газпром» работает на оборудовании «Сименс». Если бы знали там 10 лет назад, что не надо этого делать. У нас же тоже, в принципе, есть мощности. Мы же... Это же тип турбины авиационной. Это какой-то парадокс. Авиационная турбина используется при газоперекачке. У нас на выставках нефтегазов демонстрируются наши турбины. Но мы их не используем. Или используем... Не используем. Да, и мы как делали там... Делали вот... Роллс и Рос, делали эти, да, двигатели. И, соответственно, «Сименс» их перекупил. Вот используют «Сименс». И по лицензии «Сименс» делает «Иран». То есть у нас предложение к «Ирану» делать турбины, которые все равно «Сименсовские». Да, ну вот мы каким-то образом вот это все исключили. И исключили это в связи с тем, что... Такой парадокс, потому что военная авиация, она каким-то образом себя еще окупает. Соответственно, работать на нее выгодно. А вот эта отрасль оказалась вне рентабельности, поскольку раньше «Сименс» поставлял, не надо было трудиться. А теперь время ушло, и мы опаздываем. И мы оказываемся критически зависимы от немецкой технологии. газоперекачивая обратно. А вот речь идет, то, что вы говорите, это связано с добычей на истощающихся месторождениях. Ну да, здесь есть проблема. Но пока непонятна перспектива дальнейшей, да? И как ее решать? Ну, как с ними, с этими непонятно. Но, в принципе, вот меня был знакомый, работал в канадской компании, перешел в китайскую. Вот именно по буровому оборудованию. Китайцы тоже поставляют. Так что, может быть, здесь не стоило бы так... Какие-то месторождения закроются, но не все. Кроме того, есть месторождение в Татарстане, там тяжелая нефть. Здесь, может быть, начнем разбираться с тяжелой нефтью. Опять, правда, рентабельность будет снижаться из-за этого. Тяжелая нефть, это уже связано не с добычей, а с переработкой ее последующей. Битумная, битумная так называемая нефть. Олег Владимирович, а как вы думаете, вот нефтяное эмбарго, не кажется ли вам, что Европа сама рубит сук, на котором сидит? Насколько для Европы вообще будет ощутим вот этот вот урон? Или ничего страшного не произойдет, они просто уйдут на восточный рынок и все? Для них, наверное, более чувствительная газовая эмбарго, потому что газ 40% импорта составлял, а Россия составляла по нефти 25%. Теперь нефтепродукты. Нефтепродукты замещаются, как повторил, они замещаются из Индии, той же Индии. Так что, когда мы говорим о нефтяном эмбарго, надо иметь в виду, что нефтяное эмбарго для них это проблемы скорее с Венгрией. Проблема то, что разрушается единство, и это единство связано с тем, что Венгрия сухопутная страна, без флота, и, соответственно, она не может получать ничего. Вот здесь скорее вот такой политический проблемы, а насчет то, что вы говорите, рубят ли они сук, ну вот сук они рубят по газу, то, что вот сейчас, и сейчас именно этот 22-й год, это вот отчаянная битва за Северный поток-2. Вот это будет тема июля-августа, которая не будет сходить, потому что в июле Северный поток-1 будет закрываться, на две недели, по-моему, в связи с... И это будет как бы предупреждение. Он всегда закрывался, но когда сейчас он вместо 167 миллионов кубометров дает 67 в день, это уже заметно. И тут вообще перестанут. Это будет как бы предупреждение, что Европе по газу, то есть нефть и, кстати, и уголь, который будет с августа, это цветочки, так сказать, в смысле как бы... Что там, цветочки или ягодки? Ягодки впереди-то, ягодки будут впереди, это по газу. То есть все же мне кажется, что нефтяной эмбарго они выдержат. Потому что нефтяной эмбарго, это как-никак они переживали его. Это же первая была ситуация, когда в 70-е годы, когда арабские страны внезапно повысили цены в связи с арабо-израильским конфликтами. И тогда был нефтяной кризис. И тогда экономика западная показала, что она вполне успешно может перестраиваться. И в данном случае они как бы на этот стереотип и работают. А вот я вам такой общий вопрос задам. Для того, чтобы прямо на 100% перестроиться, наладить логистические потоки в Индию, сколько нужно времени? Но многие эксперты, знаете, говорят, что это займет просто несколько лет. Так нет, они уже поставляют объемы поставок нефти, они уже выросли туда. И там проблема не в том, что там логистические поставки, а в том, что поставляли греческие танкеры. И вот греческие танкеры, теперь теоретически они не могут поставлять, поскольку подстрахование не попадает. И вот теперь вопрос с Грецией. Это первый вопрос с Индией, второй вопрос с Грецией. Что будет делать Греция? Страхование запрещено в Англии. Теперь этот танкер не застрахуешь. Теперь они должны идти, значит, к нам же, получается, и страховать у нас. Это вообще какое-то странное. Они же, они члены ЕС, они пойдут в Россию страховаться. Что это такое? Получается второй выход. То есть блондированная латвийская нефть, как называют это. То есть в море, там, в тайком, ночью, с одного танкера перегружать на другой, делать соотношение 49% российской нефти, чтобы было формально не российская нефть. Вот другой выход, который активно, журналисты, ваши братья журналисты, они как раз пресекают эти попытки. Был скандал в апреле с Шелл по этому поводу. И уже сейчас, опять же, начинают пресекать, говорят о том, что наши танкеры исчезают из GPS-а, что они делают, непонятно. То есть исчезают из вона видимости, и нельзя проконтролировать, куда девается российская нефть, куда она перегружается. Я вспоминаю оперу Кармен, там контрабандисты несут мешки за собой. Получается, что как быстро наладятся вот эти потоки, они и быстро, и долго. Сама по себе проблемы до этих санкций вообще не было никаких. То есть Индия брала, и всё. И Совкомфлот имел флот, который в Дубае стоит. Там прописан. Поэтому не вижу. Именно с точки зрения того, что вы имеете в виду, проблем нет. Проблема в том, что дольше это. Дольше. То есть там неделя в Европу, тут 32 дня получится. 22 дня плюс 22 дня. То есть они взрастут теоретически в 29. То есть ситуация с нефтяным эмбарго, она не такая ужасающая и опасная, как с газом, да? Но... Нет, с газом для них. Да, да, да. А для нас это нефтепродукты, вот это основная проблема. То есть с нефтью мы довольно быстро разрулили. Именно все побежали на дешёвую нефть. Причём ведь, обратите внимание, вот вы говорите для них. Если бы для них это был караул, то цена бы нефти не была бы 113, да, анализ 111 сегодня, 111 бренд. Тогда бы не была такой цена бренд. Это говорит о том, что в принципе мир как снабжался нефтью, так и остался. То есть Восточная Африка и Азия, они спасут Европу здесь. Вот как нам, скажем так, продержаться, решить проблемы логистические? Ну, что касается нефтяного эмбарго. Ну, здесь они же... Хорошее отношение с Грецией, хорошее отношение с Венгрией, хорошее отношение с Германией. Это здесь уже такая работа идётся политическая. То есть, чтобы тормозилось всё это. Все эти меры тормозились, и находились обходные камни в том же страховании. Ну, пока себе как-то это очень тяжело представить, да, вот в нынешних политических условиях? В нынешних военно-политических условиях трудно представить себе, как можно, нежели другим путём, нежели обходными путями, незаметными для непросвещенного зрителя, действовать, я не вижу таких. То есть, танкеры, как и в иранской нефти случае, и в иранском нефти случае, они продавали нефть даже в том случае, когда у них было всё закрыто, у них была закрыта вся банковская сфера, они были для всей страны закрыты. Они всё равно продавали, но, правда, у них сократился экспорт на 25-30%. Ну, в нашей ситуации мы более сильные, ну, может быть, менее привычные, чем иранцы. Тут это верно. Ну, до конца года, я хочу сказать, что до конца года мы должны продержаться. Уже все меры предприняты, то есть, Центробанк владеет перестраховочной компанией, и с Индией, и с Китаем налажены отношения, цены снижены, цены на нефть не падают, кстати, тоже. Всё, что можно было сделано без нас уже, можно сказать. А что бы вы предложили? Я не знаю. Не знаю, ведь есть же решение того, что если снимается основная проблема, то все основные проблемы постепенно рассасываются. Если основная проблема не снимается, то проблема, как планирует Запад, будет нарастать. И, в принципе, я так думаю, они года на три. Так вот, если считать силы Запада, то на три года вполне им хватит терпеть и сражаться в экономическом поле с Россией. На три года. Через три года будут подводиться итоги. Потому что, если вот так говорить исторически, то такое столкновение с Западом, такое столкновение, прямое столкновение, оно не было с Крымской войны 19-го века, с середины 19-го века такого не было. Чтобы вот так мир весь ополчился. То есть, холодная война, Советский Союз, это совсем другая, это холодная война. Здесь, это и не холодная война, это и не такая война. Это походит больше на ситуацию в середине 19-го века, когда на Россию рисовали карикатуры в той же английской прессе, там русский медведь, надо его остановить. То же самое примерно и срисуют и сейчас. И вот последствия той военной ситуации можно накладывать или не накладывать, как хотите. Я поняла вас. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова